итак огромный привет моим дорогим подписчикам и всем случайно заглянувшим на канал поздравляю нас всех сначала новом месте если конечно есть чем потому что новости то не очень какие-то хорошие даже думала сегодня с чего начать снять видео о новостях которые есть моей жизни ну что сейчас вообще происходит либо же обсудить то что просто вот все сейчас обсуждают о наболевшем вот давайте о наболевшем только как говорится все расслабили буки уже привыкли носить маску на подбородке уже купили билетик к морю плавки и надувной круг как тут пришла беда откуда не ждали как говорится пришла коза рогатая за малыми ребятами знакомые начали писать мне о том что началась какая-то непонятная ситуация у нас в россии в общем-то всем предлагаю предлагают добровольно добровольно принудительно пойти и шернуться шернуться так сказать чтобы защитить себя от вот этой вот чумки которая нас с какого с двадцатого года хватит скакать скакуны моей мучает опять какая-то новая волна ограничений новые какие-то запреты новые условия ставит правительство и так что мне больше всего тревожит и пугает в этой ситуации то что это очень как-то разобщила и поссорила людей причем так глобально давненько не было такой темы которая бы поссорила абсолютно и затронула абсолютно всю массу населения да были какие-то там локальные найти споры и недопонимания у людей по разным темам которые накопились за последние десятилетия благодаря всеобщей какой-то просвещенности интернету свободе да очень много всяких таких локальных конфликтов недопонимания конфликт между богатыми и едными а вечные споры между вегетарианцами и мясоедами веганами и мясоедами до сторонники там традиционных отношений против лгбт сообщества какие-то там раздоры но на национальной почве люди одной национальности видят люди другой национальности ну короче какие-то вот такие вот люди которые хотят иметь детей и те которые не хотят child free child хейтеры то есть какие-то вот такие локальные конфликты они были они нарастали они по интернету гуляли до феминизм феминизм против традиционной семьи да я сейчас не ошиблась и да 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 современные феминистки это очень такие странные женщины потому что это в общем вовсе не те в основном женщины которые там ездят с какой-то благотворительной волонтерской миссии спасать каких-то девочек девятилетних которые замуж выдают или которым делают обрезание а вот тот те которые носят ссоры раздор вот в обычную жизнь там обычных женщин там порицают за то что типа и якобы вы держитесь за мужские штаны но мы типа думали что мы просто хотим замуж выйти а оказывается это у нас какая-то привычка странная паутная тупо держаться за за мужские штаны и видеть в этом свою часть ну короче глобальные какие-то конфликты ссоры споры разговоры они бушевали в интернете загуглите вот эти вот системы которые сейчас озвучила найдите форум и посвящен этим темам вы увидите какие там жуткие сорят конфликты как кое-то буду нища какая там грязище просто готовьте пакет иначе сблюете вот но это было локально сейчас вот это вот тема связано с распространение вот этой вот значит жуткой чумы назовем ее так кодовым словом чума она она затронула все свои населения абсолютно всем потому что как бы всех всех касается и это вовлекло вот такие жаркие споры и раздоры все население то есть кто-то за кто-то против кто-то не знаю у стеночки постою все лезут на чужую территорию на территорию чужих интересов у нас там появились какие-то антипрививочники и сторонники вот этого шаряния и так далее то есть и это рождает такое у людей отвращение друг другу типа вы идиоты вы нас подвергаете опасности идите шармитесь нет вы шарнулись это вы идиоты вы чем-то там непроверенным пользуетесь вы тоже опасны вы получаете там микро дозу вот этого и этого вы потом болеете температуре теперь вы тоже заразу распространяете мало не когда вас инфекция на идет а то вы идете探 anlam Mirasiv а то вы идете и и сознательно там себе себе это вот все вкалывать потом болезнь вот мне вдруг сейчас нам поратует как бы можно считать его условно как бы после того как он сделал себе укус пчелы он сейчас как бы температуре и его условно можно считать ну как бы валяющим да ну да как бы да ну он пригласил к себе в гости мою подписчицу не ходи не ходи ну подумай ну ты же это делал зачем тебе пусть он там свои со своей микродозы переболеет вот этой вот и потом сходишь к нему гости вот кто для кого опасен кто кому вреден короче вот такое вот как и во всех вот этих вышеперечисленных темах люди заходят на чужую территорию главное что я считаю в этой ситуации нужно придерживаться нейтралитета не лезть на чужую территорию дайте каждому право делать то что он хочет мало того что вы там стороны власти к это есть давление так еще со стороны людей акси окститесь окститесь хватит кто хочет уколоться тут пойдет уколется кто не хочет пусть не колется жить своей жизнью никто ни для кого ну условно не опасен условно не опасен мир полон опасностей был есть и условно мы все друг для друга не опасны опасны только массовые конфликты протесты противостояния когда там брат идет на брата сосед на соседа друг на друга там сын идет против матери и отца вот эти вот вещи опасны всегда всякая жопа в истории человечество начиналось именно с этого да вот кстати в каком 2019 году мне кажется очень как как-то кажется да 2019 меня очень затянула эта тема всех этих мировых глобальных войн и мне было интересно да вот как же там люди шли там грубо говоря умирать выстроили их в ряд повели там всех пив пак и все как это вот да вот сейчас мы сидим нам трудно представить как вот оказывается нетрудно люди всегда идут кто-то идет каким-то странным путем за какой-то идеи которую ему внушили кто-то идет из страха какого-то из какой-то боязни страх такое чувство очень сильное которое делает человека иногда углу порой глупеньким очень несообразительным или приводит его в оцепенение когда он готов делать что угодно что скажет и всегда было интересно кто творит вот эти ужасы вот это знаете какое-то все бесправие насилие кто это все творил да это же не были какие-то инкубаторские специально выращенные монстры а предназначены для издевательства на друге над другими да типа давайте вырастим и такие где-то в инкубаторах из яиц вылуплялись таким мы идем нет это были люди вышедшие из вот среды из обычной среды чей-то сосед чей-то брат сват там друг муж жена поэтому бойтесь вот именно вот этого чтобы не затягивала вот в эти конфликты не лезьте на чужую территорию на территории чужих интересов вы хотите чтобы уважали ваши права уважайте права других людей на них выбор пусть каждый выберет то что он хочет все споры все аргументы абсолютно бессмысленно я за последние три дня пересмотрела огромное количество телепередач все фигня все и те кто за и те кто против но такие аргументы за уши притянуты вообще то есть ну это не серьезно все любой аргумент можно крыть другим аргументом как за так и против это просто это вода живите как же жили вот вот такая вот моя позиция по поводу того когда это все закончится мой прогноз неблагоприятный я думаю что принципиально что-то новое начнется наверное 20 в 26 но это до этого нужно много пережить много пережить и конечно чтобы пережить легче не подключайтесь каким-то глобальным конфликтом это вот моя такая позиция главное запомните что в любой битве не бывает победителей победы это то что придумали люди для того чтобы как-то знаете нас насладиться каким-то вот вот этой иллюзией собственного доминирования над кем-то другим на самом деле в битве нет победителей потому что битва какая-то война это сама по себе ненормальная состояние само по себе ненормальное состояние нормальное состояние это когда ты просто живешь наслаждаешься жизнью работаешь там занимаешься тем что тебе нравится это нормальное состояние любое другое состояние она ненормальное в нем нет победителей любой участник так или иначе лишается своего привычного образа жизни тем более участвует в каком-то абсурдном спектакле зачем да трезвомыслящего человека зачем потому что все что происходит действительно абсурд в одном месте вводятся какие-то там коды без которых ты не можешь посетить там не знаю кафе или ресторан или еще что-то скоро на улицу нельзя выйти может быть просто так нельзя будет да вводится обязательная там вот эта вот штука но при этом люди где-то отдыхают плавают покупаются ломятся пляжа от людей грозят же увольнением с работы то есть что делать может быть на пляж пойдем работать тогда может быть пойдете работать на пляж тогда на пляже можно смотрите массовые мероприятия можно можно на пляже барахтаться в волнах то может на пляж вот это вот будете ходить по пляжу кукуруза горячая кукуруза это конечно все шутки для некоторых людей вся вот эта вот фигня может вернуться драмой это факт есть люди которые мне обязательно пишут где вообще ничего не происходит это все тупое нам детание нет говорят что ничего не происходит это неуважительно по отношению к тем людям которых эта ситуация зацепила и зацепит в будущем потому что все мы находимся на разных позициях я например когда мы хозяйка дома сижу и вообще мне как будто бы ничего не происходит а кого-то зацепит кто-то вот работу потеряет сейчас вот перестанут люди всего разных причин посещать какие-то там кафе и ресторан до сотрудники останутся без работы это же такая огромная вообще ветвь бизнеса до система общепита вот этих ресторанов кафе это такая огромная вообще ниша где заняты очень много людей которые работают да не только бизнесмен на обычные люди обслуживающие персонал для которых это место работы вместо получения дохода то есть конечно кого-то затронет больше кого-то меньше но это не значит что это не повод короче это просто игнорить эту тему а вот я высказалась я хочу услышать ваше мнение надеюсь ссориться мы не будем в комментариях и так всем огромное спасибо за внимание не забывайте ставить лайки подписываться на мой канал пока пока живите дружно живите мирно не поддавайтесь это знаете как в фильме ужасов когда на тебя идет монстр что как самое глупое давайте ситуацию что самое глупое когда вы смотрите на героя этого фильма что вы считаете глупым его поведение то что он начинает там орать качать как-то вы проявляете себя типа аааа да и вы такой дурак дурак замри замри монстр пройдет мимо он не заметит тебя просто замри просто прижмись к стеночке вот мне кажется сейчас самая лучшая позиция с обеих сторон не важно за вы против той ситуации которая сейчас происходит это как говорится прижаться к стеночке может монстр пройдет мимо и тебя не заметит во всех смыслах этого слова поэтому вот да действуйте по такому сценарию всем желаю благополучия пока пока